Вкусный мы букву Т не пишем, но мы произносим. Наше проверочное слово – вкус. На уроке русского языка первокурсники, которые только в университете впервые стали углубленно изучать иностранный для них язык. В школе они учились в азербайджанском секторе, то есть все предметы преподавали им на официальном языке государства. Говорят практически без акцента. Бакинский славянский университет еще шесть лет назад был институтом русского языка литературы. Здесь готовили в основном преподавателей. В 2000-м вместе с новым именем вуз получил возможность расширить направление. Теперь из этих стен выходят юристы, экономисты, есть факультет международных отношений. А совсем недавно стали готовить россиеведов. Это специалисты по экономике, культуре, истории России. Между прочим, на этой специальности учатся в основном русские. У Бакинского университета старые традиционные связи с российскими вузами. После кризиса 90-х их пришлось восстанавливать. Даже первым почетным доктором стал президент Российской Федерации. Сейчас здесь сотрудничают не только с Москвой или Петербургом. Есть договоры с Францией, Швейцарией. Скоро в этом списке будет Рязань. Я обратил внимание на то, что обычно все эти договора направлены на деятельность преподавателей старшего поколения. Студенчество, молодежь как бы остается немножко в тени. Я мечтаю, очень хотел бы, чтобы наши студенты ездили бы в Рязань, скажем, на практику. Рязанские будущие педагоги тоже без дела не останутся. В Азербайджане 366 школ, в которых преподают на русском языке. Кроме того, как говорит Камал Абдулаев, между Баку и Рязанью уже давно крепкие связи. Рязанский дух, а? Вы помните, потому что я с севера, что ли, что луна там огромная сто раз. Как бы не был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли.